Максим говорит, там что-то потекло, ребятки, в стоечках, пора им уходить. Ну а всем добрый день, дорогие друзья, приветствую вас из города Куракт-Анапа. Мы находимся в С-100 АвтоВектор, это станица Анапская, перелог тихий, 28Б. И сегодня мы будем продолжать ремонт автомобиля моего, для того, чтобы он не подводил, ездил и лазил нас в разнообразные места. Вернулись в Абхазию, посмотрим, как машина прошла. Но вот задние стойки, как вы увидели, уже 100% под замену. Максим их уже предварительно заказал, мы, единственное, перед выездом не успели сделать их замену. Теперь все по-подробному, что делали и что сейчас будем делать. Здравствуйте, Максим. Максим имеет огромное количество положительных отзывов от моих подписчиков, которые в этом году приезжали, обращались ко мне. Они видели, как мы ремонтировали машины для СВО. Я им давал номер Максима и все прям в благодарность, то есть превеликая, тебе передают привет и говорят спасибо огромное за то, что все их машины спокойно уехали домой и добрались до туда без эксцессов. Это самое главное, ребята. Мы в прошлую поездку, что мы поменяли перед ней? Ремень ГРМ. Охлаждающую жидкость? Полностью заменили охлаждающую жидкость, фильтра, да, в салон. Масло поменяли, где мы? Светили. И поехали, спокойно съездили. Тьфу-тьфу-тьфу, я так боялся, ребята. У меня плохой очень опыт с ремнями ГРМ. Я Максиму об этом говорил, что я готов был продать машину, чтобы только не менять ремень. И сказал, что все будет хорошо. И действительно, тьфу-тьфу-тьфу, все очень хорошо. Дай бог, чтобы так и было. Сегодня какие у нас вообще планы? У нас замену тормозной жидкости сегодня будем делать. Поменяем масла в агрегатах. Это коробка раздатка гугловая. В планах заднюю стойку поменять. Потихонечку будем вам подснимать и все показывать. Машина у меня прошла уже 90 тысяч километров. Полет нормальный. Единственное, что мы бы ее почаще выглядело бы получше. Установил дополнительный кунг сверху. Это фантастическое изобретение. Максимальная скорость у него 130 километров. Вейп-бокс могу советовать. Тоже оказались мои подписчики, кто их производитель. Могли бы скидочку сделать, но не сделали. Узнали они уже позже. Самое главное, что он качественно, классно работает. Все великолепно. Я очень доволен. Ну а остальное мы с Максимом сами установили дополнительные рейлинги на машину. Он стал даже более симпатично выглядеть. И я теперь понимаю, что на всех, даже если буду менять когда-либо свою машину, буду всегда ставить бокс сверху. Потому что очень удобно все там, которые вроде бы и нужные вещи, допустим, в каких-то путешествиях твоих, либо в повседневной езде, а так и какая-то, кто и там длинная доска, да, допустим, лежит. Они уже не лежат в салоне. В салон машины свободен. Это большой плюс. С машиной доволен, ребят. Не могу сказать, что мне что-то не нравится. Единственное, чего мне не хватает, это раскладывающихся задних сидений в полную, так сказать, в лежанку, чтобы я там помещался. Они ровненько ложатся, но я не помещаюсь, в большом. К сожалению, два моих с небольшим метром роста не дают такой возможности. Поэтому, возможно, рассматриваю какую-либо 7-местную машину в дальнейшем. Но это в дальнейшем когда-нибудь. А так машину менять абсолютно не хочется. У меня 4WD, коробка механика и 2-литровый двигатель. Комплектация Pure Silver идет с светодиодным спереди. Кто смотрел мои трансляции в ночное время, как мы едем, то видели свет просто великолепный. Все, а у этой стойки вообще все потекло, ребятки, вправо. То есть вовремя все у нас пришло, и мы их сделаем с заменой. Отлично, Максим спрогнозировал, говорит, на поездку тебе хватит. Хватило. Как все снизу выглядит. Мы сейчас будем снимать защиту. Защита я рад, что у меня стоит. Причем хорошая такая, мощная. Не раз меня уже вручало. Подтекает немножечко прокладка под поддоном. Было бы вот здесь замыто перед поездкой. Максим все здесь замыл, чтобы проверить, как у нас будет. Здесь все сухо, и Максим говорит, что это прям очень хороший знак. Поменяем прокладочку, и будет у нас дальше все великолепно. А так бы изначально мы могли бы попасть на очень много работы. Думали, что так и будет. Протестировали, и увидели результат. Хазия показала, что вот там подтеки, а здесь все сухенько. Это хорошо. Хорошо. Зачищаем резьбы, чтобы все слезло полегче. Сливаем маслице с коробки. Я успел уже на последний кадр. Максим говорит, темненькая. Свою она уже прошла. 90 тысяч пробежала позже, да? Да, нормально, как раз регламентно. Кто думает, что масло нельзя в коробке менять или не надо, это ошибочное мнение у любой. Мусора деваться просто нет. Оно все в масле. Остается еще больше, уничтожает вашу коробочку. Да, от образа потом начинает отрабатывать. Можно увидеть на болте как раз таки мусор. Так как у нас задний привод подключаемый есть, видите, еще с редуктора сливаем. Переднего углового, да. Чистенькая масса, но покажи. Такой темный пробок. Усаживайте. Пыль присутствует. Да, поэтому лучше всего какой-нибудь интересный аромат. Гейлкаты. Поэтому и пахнет. Присаживайте. Кенгуру пыльки. Прикольно. Сливаем еще сзади трансмиссии маслица. Смотрим. Магнитик вот есть. Вот, видите, вранил. Сейчас покажу. То есть он собирает мусор, да? Слушай, что-то какие-то темные до вкрапления идут. Нагрузка все-таки есть. И вот смотри, как и видишь. Плавает. Это все мусор, все вовремя. Тоже такой интересный аромат у него. Ну, угловой редуктор, да. Вот это выглядит присадка так. Ну, посмотрите, сколько всего он у нас собирал на себе. Слушай, ну, неплохо, да, придумали такую систему? Это все металл. Это много, мало? Ну, нет, нормально. Главное, чтобы крупных частиц не было. Таких кусочков чего-то. Хотя не часто пользуюсь, но вот все равно нагрузка есть. Да, но это крутится в любом случае. Вот у нас новая маслица. Специальные трубочки. Мы туда ее залили. И сейчас будем через вот ту пробочку его туда обратно отправлять. Поехала, свежая маслица. Ням-ням, коробочка. Кущей на здоровье. Вози нас долго-долго. Вот так вот выглядит цвет свежего масла. После того, как мы залили маслице, там чуть капнуло, промываем, чтобы все чистенько было. Вот это у нас было в коробочку. Это дальше идет уже в трансмиссию. Отличается вязкостью и циноидой. Да, циноидой масла. Масло альфобарадное. Смотрите, вот цвет совершенно другой. Более беленький, более густой. Задний редуктор заливаем тоже маслом. Сейчас мы высасываем тормозуку. Сначала из бачка. Не сказать, что черный. Ну, поменять надо. Убрали из бачка. Первое. Будем заливать туда вот эту тормозуку и прокачивать на ней. И заливаем тормозуку. Ксим сейчас под каждое колесо ставит ведро. Ослабляет болтики. И идет самотеком протечка тормозной жидкости. И с правой стороны так же самое. А теперь самое интересное, для чего все тут вообще нужен? Чтобы качать тормоза, ребят. Не надо какую-то дай нажимать. Слушай, ну это прям большой вопрос, да? Когда сел такой, качаю и такой думаешь, а какая же педаль? По срединке. Прям тормоза по срединке. Все, полетели. Качаю? Ну, там пару качков тебе хватит, сидишь по команде. Все, теперь держу. Держу. Все, давай. Работаем. Нам тормоза, это последнее, что мы делаем по ТО, по регламенту на 90 тысяч. В общем, все абсолютно, ребята. О чем вы только можете узнать там из тех книжечки. Все было заменено. Сейчас заканчиваем именно с тормозами. Все обмываем водичкой тормозу. Только водичка, как он говорит, смывает ее. И одеваем колпачки. Поехали. Разбор стоек. Как раз таки у нас все болты отошли. Готовы откручиваться. Легко и просто. Стойки, кстати, у нас, я как говорю, уже не входят в ТО. Это текущая поломка у машины. То есть выдержали 90 тысяч километров. В принципе, хороший показатель. Стойки стопилизатора. То есть они еще... Она же не возвращается. Внизу, конечно, не проверишь вес самой стойки, а вот это... Что еще будет хранить? Итак, мы освободили болты. Снизу осталось нам теперь в салоне добраться до главного болта. И, в принципе, стойки можно будет скидывать. Нам самое главное получить доступ к болтику. Снять вот эти вот панельки. Они, видите, там находятся. Снимается, причем очень легко, ребят. Выкручивается один саморез. И вот так вот на крипсах он подается потихонечку вперед. Легким движением руки. Мужчина разбирается полностью. Все, хотели показать легко. С той стороны гораздо легче. Все. Вот клипсы сверху. Все. Все, доступ к стойке. И выкручиваем болты. Сейчас стойки. Легким движением руки отламываем стойку. Слышно. О, да, красавица. Все такая мокрая. Что там еще кто-то живет? Нет, никого нет. Продверь, чтобы никого не было. Менять будем вот на такую стойку. Это оригинал, да? Оригинал. Можно было взять что-то получше, говорит Максим. Но, к большому сожалению, из-за санкций сейчас нет доступа. Есть китайские аналоги, ребята, но не наш выбор. Прокачиваем стойку. Слушай, я думал, они быстрее работают. Ну, да. Распаковываем сначала старую стойку. Тут Максима целое приспособление. Как это делать? Откручиваем. Все, что надо поснимать. Чонс. Все, маска. Самое главное, это очищать от грязи старой, чтобы новая лучше прилипала. Новые пыльнички одеваем. И тем же методом мы собираем назад. Тех, пружинку распрямляем. Ставим все по своим местам, чтобы все прижалось туда, куда надо. И потихонечку расслабляем. Все, стойка в сборе и готова. Теперь заводим стойки по местам. И вторую также ставим. Наживляем сверху. И будем размещать уже все по местам. Машина взлетает. Чтобы было удобнее вставлять болты. И сажаем уже на сами болты. Все, как себе домой, ребятки. Затянуть. И все готово. Стойка стабилизатора тоже на место. Красота, сушь. Как новые, да? Хотя они действительно новые. Остались последние аккорды. Здесь Максим все затянул, подтянул уже. Так вот, где-то новые стойки. Тормоза у нас прокачаны. Все жидкости поменены. Устанавливаем сейчас защиту на место. И все. Затягиваем колеса. Опускаем машинку и протягиваем дополнительно еще и ключом. Не переживайте, ребята. Мы не забыли. Осталось подтянуть нам стойки сверху. Мы просто нагрузили стойку, чтобы максимально затянуть. И затягиваем. Шумоизоляционная прокладочка. Так, сверху на стойку она кладется. И типа у нас будет меньше шума вслух. Огонь. С той стороны такая же. Вот так вот. Новую запчасть ставим на месте. Все отлично. Осталось притянуть ее. Все, багажничек у нас собран. После установки стоек. Максим говорит, надо обязательно сделать нам развал схождения. Машинку загнали на другой подъемничек. Ну вот, посмотрите, ребятки, насколько у нас тут развал схождения. И вперед у нас чуть убежал. И зад надо подрегулировать. Вот такими эксцентриками уже выравниваются колеса через тяги. И становятся так, как надо. Вы можете увидеть, как как раз таки меняются параметры. Вот видите, потихонечку зеленеет все. Так, вот эту сторону выставили. Сейчас будем вставить вот эту сторону. Сделали задние колеса. Он так вот выглядит сейчас под передним колесом. В общем, там что-то немножко регулирует. И потихонечку выгонять сейчас будет все по местам. Собственно, теперь здесь у нас тоже все в зеленой зоне. И затягиваем потихоньку обратно. Значит, помимо того, что мы подчинили наш металл, Максим говорит, давай попробуем тебе еще поубирать царапинки. Вот эти, которые у нас образовались на машине. Благодаря людям, которые, как говорится, совершили ДТП или езжали. Махнул рукой, как говорится, особо заморачиваться не стал. Попытались по камерам найти. Короче, там слишком много делов. Мы в тот момент ездили на СО и заморачиваться было особо некогда. Вот получается, здесь у меня есть коцунка. Потом мне где-то еще вот здесь вот коцунка. Это объелочку коцнулась. Машинка эта прям смешно поднимал багажник. Сверху были ветки сосны. И вот чуть-чуть она поцарапалась. И, возможно, вот тоже вот эту вот мысль туда. Вот тоже ветку. Лак именно поврежден. С той стороны там более глубокие такие, сказать, фурезы. Вот здесь вот, честно, сам виноват. Коцнул случайно. В общем, машина у меня грязная. Максим сказал, давай помоем хоть чуть-чуть. Что-то говорит, ремонтировали, ремонтировали и не помыли. Вот еще тут разогнаться. Эдик, прости. Чтобы хоть эту автобойку открыли в воскресенье. Так, видите, она подсохла. Ее теперь прям хорошо видно. То есть кто-то вот так тиранулся и выехал. Красавчик. А вот этот вот на том же углу, но эти тоже тиранулись, даже чуть лак сбили. Это был уже второй клиент, который приехал ко мне в машину. Он просто думает, что на людей, но не может быть. Ну, может быть. К сожалению, многие считают, что им лучше убежать, чем за свои поступки отвечать. Максим обклеивает пластик в тех местах, где мы будем работать над подверхностью. Вот, на двери такое ощущение, как будто кислота попала или еще что-то. Не парься, возьмем шкурку и просто зашкурим. Все твои царапины, будет еще хуже. Это называется сделать матовым машину. Будет у нас матовый коптер. Человек, который сделал это и свалил, представьте, другой человек теперь пытается восстановить покрытие, то, которое вы испортили. Представьте, насколько у вас карма подпорченная и вам все это, как говорится, вернется. Слушай, а ничего, так цвет клевый становится. Да, если высохнет, будет не очень. Максим взял свой водоразгон и получилась вот такая вот бяка у нас. Матовая поверхность. Дарри Бранд Мотрун тоже второй или третий прогон. Максим смотрит, чтобы были убраны царапинки. У нас поверхность стала более-менее поднародной. Идем в другую сторону. Здесь тем же методом я начинаю разбираться в полировке машин. Потихонечку Максим убирает вот это место, где глубокий скол. Но здесь мы, так сказать, будем пытаться немножко скрыть, потому что этот скол только подкрашивание можно убрать. Ничем не начало. Немножечко другая шкурка, где у нас, как его назвал место, пожеланный лак. Непонятно, что это попало, может какая-то кислота откуда-то, но лак был поврежден. Вот видите, какая остается полосочка. Вот, пожеланный. Проходим теперь еще на двери здесь нашли, то есть потеки. И Максим делает такой, видите, вот как тек с той стороны, да, такой потек. Там вот еще потек есть. Максим говорит, что, скорее всего, машину полили кислотой. То есть вот такая вот печальная история. Скидываем в воду, смотрим, удалось здесь чистить. Да, здесь ушло. И это хорошо. Самое интересное, жил я, я такой даже не тужил, машину не мыл, и в принципе об этом не стал. Ну, те люди, которые там пытались сделать больно там через мои вещи, бог вам всем судья, ребятки, как говорится. Никогда не думал, что сосна может так поцарапать машину. Итого мы получаем из того, что мы будем ликвидировать этот багажник, крышка. Здесь у нас две точки, здесь на двери. Здесь на двери, у нас вот прям по всей двери, такой протекал. Здесь, вот на этой двери сейчас еще тоже подрихтуем. Размачиваем болгарку. Я боюсь этого человека. Не знаю, что он хочет делать дальше в своей машине. Аля, берется абразивная паста на губку. Сейчас будем полировать. Предварительная обработка делает менее матовую поверхность. Максим смотрит, что получилось, убрать, что не получилось, какие остались царапинки, может где-то еще доработать. Это самое сложное наше место всей машины. Делаем, и Максим уже улыбается. Он доволен результатом. Это говорит о том, что что-то будет хорошо. Дай, дай бог. По-моему, красота. Еще, ребята, огонь. Ну, на самом деле, я думаю, что вы оцените. Подобираем следующий участок на бампере. Здесь все равно немножко видно, будет ли он на камеру. Чем-то растворитель или кислота какая-то. Ну, сделали ее гладенько, она же не такая ребристая. То, что было царапинка, от нее вообще всегда не осталось. Если помните, тут было царапино. И она куда-то исчезла. Та-дам. И тут тоже. Так, вот. Сейчас это самая большая капля, которую мы наблюдали. Пытаемся убрать. Видите, как тяжело идет этот момент. Вот так вот косячит машина кислотой. Кислотой. Какой результат. Чуть-чуть. Все равно все у меня есть. Ну, уже гораздо лучше. Вообще не осталось, если да. Это дело мастер боится. Что Максим занимается, говорит, для себя, для чистого удовольствия. Это, говорит, как хобби там небольшое. Удаление. Вот он сейчас завтра. Вам тут полпала, пожалуйста. Да. Ему большое спасибо. За то, что решил помочь с внешним видом машины. Просто эстетический человек. Он уже эту машину любит как свою. Слишком часто с ней время проводит. Мы все прошли сначала наждачкой. Потом более крупной пастой. Сейчас перешли на более мелкую такую. Практически уже полировочную пасту, которая должна совсем сгладить все царапинки, которые более мелкие остаются. Последний финальный аккорд у нас самый мелкий уже, так сказать, для блеска абразивчик и очень мягкая губка. Доводим этапы до конца. Результат, который произошел, там все ожидания, все места, в которых сомневались, они были убраны. Это очень-очень клево получилось. Вот, допустим, здесь уже царапин не увидите. А мы еще здесь, скажем, вот этим последним финальным не проходили. Ну, почти, да, его брали? Чуть-чуть в самом месте. Может быть, он остался. Так же, как и с той, Саня. Чуть-чуть, но остался. Потому что света больше возможно это показать. Но вообще результат просто невероятный. Мы думали, что будет гораздо сложнее. Самая физичная работа – это домыть машину решила Максим. Ну, смотрите. Видно что-то. Вот здесь. Ну, честно, вот за это место вообще думал, никак ничего не будет вообще. Вы что-то видите? Пап-пап-пап. Магия, магия. Вот тут тоже чунц. Чунц. Вот это вот проблемное место. Вот оно здесь было. Блестит все. Распаковка бампера, друзья. Максим, короче, никак не успокоится. Говорит, вот тут еще надо потереть. Это, короче, просто огонь. Главное буквы не стереть. Вот на европейских было буква К, буква С написано. И получался сортир. Когда схожи на делах, там так же было написано. Коптюр сортир. Максим не хочет останавливаться. Пошел дальше по молдингам. Вот это Коптюр с логотипчиком. Они такими яркими не были с момента покупки. Максим, ты понимаешь, что у тебя блестеть будут и украдут? Не останавливается. Я не знаю, что делать. Это же дочь. Там уже люди пришли, бухают, поют напротив. Подожди, еще чуть-чуть. Чуть-чуть, еще. Шел третий год. Оказывается, у меня здесь были блестящие молдинги. Их нашел Максим под своем грязи. Рама карбон, задний амортизатор, 27 скоростей. Ребята, кому надо, обращайтесь. И спереди теперь мы будем блестеть 100%. Ура, ребята. Самое главное, что Максим меня решил отпустить домой. Спасибо вам большое, мастер. От души благодарим. СТО Вектор также. Всех ребят, кто нам предоставил возможность здесь позаниматься оттиранием машины от кислоты, заменой всех, развал срождения сделать. В принципе, вы все видели. Смотрите, находимся мы в станице Намской. Перелог Тихий, 28Б. Обращайтесь, приезжайте. И номер Максима для консультации. Запишите себе, вдруг вы когда-нибудь поедете на юг. Потому что в этом году самый частый был вопрос. Юра, что делать? Вот он отвечает на эти вопросы профессиональные. Если вы приезжаете на машине, то вообще вводите машину в нашем районе. Записывайте, и вам повезет. Спасибо тебе большое еще раз. Все, всем пока. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok